Вещества в магнитном поле Все вещества так или иначе взаимодействуют с магнитным полем. Это взаимодействие двояко. С одной стороны, магнитное поле изменяет характеристики веществ. С другой стороны, вещество в той области пространства, где оно находится, изменяет свойства магнитного поля. Поэтому все вещества по отношению к магнитному полю называют магнетиками. Если магнетик поместить в магнитное поле, то его состояние изменяется. Это изменение состоит в том, что магнетик намагничивается. В результате намагничивания в нем возникает собственное магнитное поле, которое складывается с внешним магнитным полем и... В той области пространства, где находится вещество, магнитное поле будет другим. В итоге, результирующее магнитное поле в этом веществе по сравнению с индукцией магнитного поля будет равно вектор магнитной индукции В, это результирующее поле, равен сумме векторов магнитной индукции внешнего поля В нулевое и магнитной индукции собственного магнитного поля. Опыт показывает, что намагничивание происходит тем сильнее, чем интенсивнее магнитное поле. Для большого класса веществ между индукцией магнитного поля собственного, внутреннего поля в веществе, и индукцией магнитного поля внешнего существует прямая пропорциональная зависимость. В поле собственное равно Х умножить на В нулевое, индукция внешнего магнитного поля. Х греческая буква обозначает величину, называемую магнитной восприимчивостью вещества. Эта величина характерная для каждого вещества, ее можно найти в справочнике. Тогда В, результирующий вектор, равен сумме В нулевое и Х, умноженной на В нулевое. Преобразуем это. Единица плюс Х умножить на В нулевое равно Мю умножить на В нулевое. Здесь появилась новая постоянная величина Мю, равная единице плюс Хи. Эта величина называется магнитной проницаемостью вещества. Она показывает, во сколько раз отличается индукция магнитного поля в веществе от индукции магнитного поля в вакууме. По величине магнитной проницаемости все вещества можно разделить на три больших класса. Если магнитная проницаемость меньше единицы, вещества относят к классу диамагнетиков. При Мю больше единицы, но мало отличающимся от единицы, вещества образуют класс парамагнетиков. И, наконец, очень большие значения магнитной проницаемости порядка 10 в третьей, 10 в четвертой степени единиц характерны для ферромагнетиков. Как ведут себя разные вещества в магнитном поле? Диамагнетики намагничиваются против внешнего поля. На экране вы видите магнитные линии внешнего поля, направленные вправо, и вещество диамагнитное в этом поле. Вещество намагничивается противоположно полю. Линии магнитной индукции направлены влево. В результате магнитик будет выталкиваться из магнитного поля в область слабого магнитного поля. Примерами диамагнетиков являются висмут, фосфор, серебро, золото, медь, сера, вода. Хорошим диамагнетиком является плазма. И очень хорошим диамагнетиком являются сверхпроводники. Если какое-то вещество, проводник, охлаждать до низких температур, то сопротивление его исчезает, падает практически до нуля, вещество переходит в сверхпроводящее состояние. И при этом оно становится диамагнетиком. Вот узнать, что вещество перешло в сверхпроводящее состояние, можно по выталкиванию сверхпроводника из магнитного поля. Парамагнетики под действием магнитного поля слабо намагничиваются вдоль поля. К парамагнетикам относятся щелочные, щелочноземельные металлы, большинство газов, в том числе кислород. У феромагнетиков сильное намагничивание вдоль поля. К феромагнетикам относятся железо, кобальт, никель и некоторые сплавы. Как объяснить, что различные вещества намагничиваются по-разному? Это связано с тем, что все частицы имеют магнитный момент. Атомы, вещества состоят из электронов и ядра, в которые входят протоны и нейтроны. Все перечисленные частицы имеют магнитные моменты. Магнитный момент – это величина векторная, и в результате сложения всех этих векторов атом приобретает некоторый магнитный момент. Магнитный момент атома складывается из орбитального момента электронов, который характеризует поведение электронов вблизи ядра. Спиново магнитного момента электронов – это собственный магнитный момент электрона, независимо от его взаимодействия с другими частицами. И магнитный момент ядра. Надо сказать, что магнитный момент ядра – величина очень маленькая, и в макроскопическом масштабе при намагничивании веществ не учитывается. Что же происходит с веществами в магнитном поле? В диамагнетике атомы обладают нулевым, результирующим магнитным моментом. Но под действием магнитного поля магнитный момент возникает, индуцируется. Этот индуцированный магнитный момент направлен против поля, потому что такая ориентация соответствует наименьшему значению энергии, то есть устойчивому состоянию. Именно поэтому диамагнетик намагничивается против поля и выталкивается из него. В парамагнетиках под влиянием внешнего магнитного поля магнитные моменты атомов стремятся сориентироваться вдоль силовых линий поля. Однако тепловые колебания атомов решетки препятствуют этой ориентации. Тем не менее, в среднем магнитные моменты атомов приобретают преимущественную ориентацию в направлении внешнего магнитного поля. На экране вы видите модель вещества парамагнитного свойства. Слева магнитное поле отсутствует внешнее, магнитные моменты вектора ориентированы хаотично. Справа показан образец намагниченный, но это идеальный случай, когда все магнитные моменты выстроены вдоль поля. Это только возможно при очень низких температурах, когда тепловые колебания практически отсутствуют. На самом же деле имеется какая-то приближенная ориентация магнитных моментов в парамагнетике. Если магнитное поле снять, то ориентация исчезнет, вещество размагничивается, и никаких остатков этого явления не наблюдается. Феромагнетик отличается от парамагнетика тем, что в его кристаллической решетке между атомами существует весьма значительное взаимодействие за счет обменных сил между соседними атомами вследствие обмена электронами. У феромагнетиков основную роль играют спиновые магнитные моменты. Взаимодействие атомов между собой приводит к тому, что спиновые моменты соседних атомов ориентируются одинаково. Это оказалось, что энергия такого обменного взаимодействия будет минимальной в этом случае, и атомы присоединяют к себе соседние атомы с такой же ориентацией спиновых моментов. В результате в феромагнетике образуются целые области спонтанной намагниченности, то есть самопроизвольное намагничение. Эти области называются доменами. На экране вы видите схематичное изображение феромагнетика при намагничивании и до него. Домены существуют сами по себе, без влияния внешнего магнитного поля. Размеры их имеют порядок 10-2 степени миллиметра. И, кстати, это можно обнаружить экспериментально. Для этого необходимо поверхность феромагнетика хорошо отполировать, протравить специальными растворами, а затем посыпать мелким феромагнитным железным порошком. Порошок будет распределен точно по границам этих доменов. Если в феромагнетик внести магнитное поле, то домены с ориентацией вдоль поля будут расти за счет соседних доменов, присоединяя от них атомы. Кроме того, будет происходить частичная ориентация магнитных моментов доменов. В результате, как вы видите, вещество практически полностью состоит из больших доменов, магнитные моменты которых ориентированы вдоль поля. Кроме того, у феромагнетика есть особенность. Если магнитное поле снять, то есть убрать феромагнетик из магнитного поля, то он останется намагниченным. Этот факт хорошо известен из опыта и применяется. Например, отвертку, чтобы она держала гвозди или шурупы, намагничивает, прикладывает к намагниченному веществу, к постоянному магниту, и получает намагниченную отвертку. Таким образом, вещество имеет остаточную намагниченность. Надо сказать, что при повышении температуры феромагнетик теряет свои свойства. У каждого вещества эта температура определенная, и она называется точкой Кюри. Поэтому, естественно, что постоянные магниты нельзя нагревать. Ну, например, для железа эта температура составляет 770 градусов по Цельсию. То есть при температуре выше, выше 770, феромагнетик полностью теряет свои свойства. У феромагнетика есть ряд особенностей, которые существенны для практического применения. Если посмотреть на процесс намагничивания парамагнетика или диамагнетика, то мы заметим, что увеличение внешнего магнитного поля приводит к пропорциональному увеличению результирующего поля в парамагнетике. У феромагнетиков иначе. Кривая зависимости магнитной индукции результирующего поля от напряженности внешнего поля имеет вид кривой с насыщением. Обратите внимание, что в качестве переменной характеризующей внешнее магнитное поле выбрана не индукция B0, а напряженность H. Ранее было указано, что напряженность характеризует магнитное поле независимо от среды. Поэтому, как правило, ею пользуются для характеристики внешнего магнитного поля. Итак, проанализируем эту зависимость. При увеличении магнитного поля индукция результирующего магнитного поля в феромагнетике возрастает. На некотором участке это возрастание прямолинейное, то есть наблюдается прямая пропорциональная зависимость. Далее эта прямая пропорциональная зависимость нарушается, и индукция магнитного поля прекращает рост, становится постоянной. Такая зависимость индукции результирующего поля в феромагнетике от напряженности внешнего поля объясняется тем, что магнитная проницаемость феромагнетиков, в отличие от других магнитиков, сама зависит от внешнего магнитного поля. На экране вы видите кривую, показывающую, как зависит магнитная проницаемость феромагнетика от напряженности внешнего магнитного поля. Она имеет максимум. Магнитная проницаемость не может быть меньше единицы у феромагнетика, начинается с единицы, достигает максимума и затем падает, стремится к единице. Таким образом, в области насыщения получается постоянное значение индукции. Почему? Потому что с одной стороны H увеличивается, а μ уменьшается, их произведение остается неизменным. Наличие участка насыщения у кривой намагничивания приводит к тому, что при размагничивании, то есть при уменьшении внешнего магнитного поля до нуля, вещество оказывается намагниченным. Многократное перемагничивание в прямом и обратном направлении позволяет построить кривую зависимости магнитной индукции от напряженности во всем диапазоне. Эта кривая имеет вид петли и называется петлей гистерезиса. На экране вы видите петлю гистерезиса для некоторого определенного вещества феромагнетика. Можно сказать, что петля гистерезиса является как бы паспортом данного феромагнетика. Давайте проследим, что происходит в процессе перемагничивания. Центральная линия от нуля это обычная кривая намагничивания до цифры 1. Затем магнитное поле уменьшается до нуля. Цифра 2 показывает, что вещество осталось намагниченным. Это значение индукции называется остаточной индукцией. Чтобы устранить это намагничение, необходимо изменить направление магнитного поля на противоположное. И в это поле увеличивать. Будем его увеличивать до тех пор, пока не исчезнет намагниченность. Точка 3 это максимальное значение напряженности магнитного поля, при которой вещество размагничивается полностью. Эта величина называется коэрцитивной силой. В дальнейшем намагничивание повторяет кривую первоначальную. То есть характер намагничивания в противоположном направлении тот же, что и был в выбранном первоначальном направлении. До насыщения намагничивание доходит в точке 4. Затем снова будем размагничивать, уменьшать обратное магнитное поле до точки 5. В точке 5 мы получим образец намагниченный в противоположном направлении по отношению к точке 2. И так далее кривую замкнем до точки 1. Какую информацию можно получить из этой петли? Ну, во-первых, можно найти величину остаточной намагниченности. Среди феромагнетиков существуют такие материалы, у которых это довольно большая величина. Это хорошие сердечники для различных электромагнитов, катушек и так далее. Корцитивная сила имеет большое значение для тех материалов, которые хорошо удерживают магнитное поле. Это постоянные магниты и специальные намагниченные вещества для различных целей. Площадь петли характеризует работу, затрачиваемую на процесс перемагничивания. Чем шире эта петля, тем больше потери энергии при перемагничивании, тем сильнее нагревается феромагнетик. Следовательно, для того, чтобы использовать феромагнетик в качестве сердечника, надо взять петлю высокую и узкую. В этом случае намагниченность будет остаточной большая, а энергия на перемагничивании затративается небольшая. И так далее. Вот эти особенности феромагнетиков позволяют применять их в различных устройствах. Я уже сказала применение магнитомягких сердечников в качестве электромагнитов. Магнитожесткие постоянные магниты это устройства памяти, магнитофонные пленки, жесткие диски и так далее. магнитом мягкие и мягкие и мягкие и мягкие